День вегана День вегана Как нужно правильно питаться, чтобы добирать белки? Должны быть все-таки и яйца, и молоко, и мясные продукты. Но желательно все-таки мясные продукты нежирные. То есть это говядина, телятина, курица. И не жарить? Не жарен, естественно. Но идеальный завтрак, обед и ужин? Трудно подобрать, конечно, единую схему для всех. Идеальный завтрак включает или кашу, рис, гречневая крупа, овсяная крупа, может быть, макароны изделия с минимальным количеством жира. И обязательно кусочек белковой пищи. То есть это небольшой кусок рыбы, небольшой кусок курицы или мяса. Это обед, ну, все-таки у нас традиционно должен быть жидкий продукт какой-то, суп, борщ, то есть тоже нежирный. А вот последний прием пищи – это белково-овощной. То есть белково, то есть от чего как раз вегетарианцы отказываются. Это рыба, мясо и плюс овощи тушеные, паренные, то есть нежаренные. Ну, вегетарианцы говорят о том, что самая полезная пища – это как раз пища растительного происхождения. Тем самым они говорят о том, что они спасают планету. Вот. Вам не кажется, что это постулат, который тоже надо отвергнуть? Ну, это философия, да, такая. То есть они имеют, конечно, право на эту точку зрения. Ну, может быть, конечно, начинаем мы с себя, с минимума, но спасать планету только за счет того, что не еди мясо. Мне трудно ответить на этот вопрос. Ну, вам в своей жизни не приходилось сталкиваться с веганами, вегетарианцами? Ну, конечно. То есть я в таких случаях, если это человек, который действительно, ну, по своим убеждениям не хочет или не может есть мясо, тогда рекомендуется продукты растительного происхождения, богатые белком. Это в первую очередь бобовые продукты – фасоль, соя, горох. Скажите, пожалуйста, вот приверженец ли вы и поддерживаете ли вы всяческие новомодные диеты, которые появляются в последнее время? Вот, например, диета Дюкана. Я против крайности, против крайности, поэтому мы очень осторожны. И сама, и своим пациентам рекомендуется очень осторожно, то есть бережно относиться к своему здоровью. Ну, диета – это путь к похуданию, к красоте. Ну, диета – диета рознь, да. Где-то диета, она напротив, включает огромное количество жира. Где-то диета действительно рекомендуется по минимуму употреблять белки. То есть это очень широкое понятие. То есть диета – это не обязательно, что человек просто не ест. Сейчас тоже такая модная тенденция. У людей есть свои личные диетологи. Конечно, не каждому за этим угнаться, но тем не менее, мне кажется, каждый сам внутри должен быть себе диетологом. Тем более, сегодня так много информации и в интернете, и в печатных изданиях. Я согласна с вашей точкой зрения, потому что изменения всё-таки начинаются должны с себя. То есть со своего отношения к жизни. А врачи, в том числе диетологи, нам только этому могут, конечно, помочь. Скажите, пожалуйста, вы против сладостей, против мучного? Не категорически против. Потому что мучные продукты нам нужны, ну, конечно, в пределах разумно. Потому что мучные продукты – это источник глюкозы, а глюкоза – это, можно сказать, единственный продукт, который может употреблять наш головной мозг. Против сладостей, конечно, да. То есть мёд, варенье, сахар, конфеты – это надо жёстко ограничивать, в том числе и детям. А как ограничивать? Сколько? Одна чайная ложка, две? Одна чайная ложка, максимум две чайные ложки, если мы говорим о мёде или о сахаре. Конфетки тоже, ну, одна-две конфетки в день, не больше. Вот вы сказали, что особенно нужно ограничивать от сладости детей, потому что это вредно для растущего организма? Это очень вредно для растущего организма. К сожалению, мы сталкиваемся с такой проблемой, что детки наши, в том числе совсем маленькие детки, имеют избыточный вес. То есть 5-7% детей, а то и 20% детей, по некоторым данным, имеют проблемы с весом, а это дальше уже проблема сердечно-сосудистой заболевания, а это проблема с сахарной диабетой и так далее. В последнее время тоже есть одна тенденция – люди отказываются от хлеба. Ну, все мы знаем прекрасно, да, что питание русского человека – это хлеб и молоко. Издревле так было, и генетически мы так устроены. Вот в этом вопросе стоит ли действительно отказываться от хлеба или подбирать такие сорта, где есть цельное зерно? Вот, скорее всего, второй момент, да, то есть нельзя полностью отказываться от хлеба, ну, или в крайнем случае заменять его другими продуктами, которые также содержат так называемые сложные углеводы, то есть зерновые продукты, каши, да. А если выбираем сорта хлеба, да, конечно, белый хлеб лучше исключить, который очень так сильно сахар повышает, достаточно калорийный, то есть перейти на черный хлеб или продукты, которые содержат цельное зерно, как вы сказали. Наука постоянно колеблется, то говорили о том, что яйца вредны, и их вообще не надо есть. Сейчас говорят о том, что одно яйцо в день нужно съедать обязательно. Кому верить? Бескрайности. То есть два яйца в неделю – это достаточно будет для взрослого человека. В яйце хорошо сбалансированы белки и жиры, то есть яйцо содержит белка больше, чем жира, это хорошо. Поэтому если мы его не жарим, если не готовим омлет, а просто яйцо сварено, или в смятку, или в куртую, как нам больше нравится, оно нашему организму вреда не причинит. Срок годности каким для продуктов питания должен быть? Ко всем продуктам питания, то есть мы определяем срок годности, просто он должен быть меньше или больше. То есть если молочный продукт, чем меньше срок годности, тем мы более уверены, что этот продукт естественный, натуральный, не содержит консервантов. Ну и вот тоже расхожее мнение, что молоко для людей, например, уже старше 30 лет, не должно быть выше жирности, чем 2,5%. Это так? Ну, действительно, молоко, которое содержит жира 2,5% и ниже, оно сбалансировано по сочетанию белка и жира. То есть не то, что взрослый человек, а если есть проблема с весом, или если человек хочет поддерживать вес на определенном уровне, конечно, ему нужно выбирать молоко с меньшим процентом жирности. Врачи говорят о том, что замороженное мясо, которое продается в магазинах, должно быть под запретом в каждой семье. То есть остается только рынок? Ну, знаете, я не согласна с этим высказыванием. Если замороженное мясо от хороших производителей, то есть если мы не знаем, что это мясо не напичкали антибиотиками, не напичкали гормоны, почему бы не купить замороженное мясо, то есть наших местных производителей, кстати. То есть не Австралия, не Канада? Нет, нет, я бы не надо. Сколько раз в неделю должна быть рыба на столе? Рыба как можно чаще. Вообще в идеале каждый день, но минимум 2-3 раза в неделю. Причем рыбу желательно приобретать морскую. Да, она жирная может быть, но это жир хороший, то есть жир, который очищает наши сосуды, то есть который препятствует развитию атеросклероза. Палтус, например, да, ну та же селедка, камбала, ну морские сорта рыбы. И что с рыбой делать? Жарить, парить? Вообще, так же, как и рыба, так же, может быть, другие продукты, то есть лучше не жарить, а отваривать, тушить, то есть применять посуду высокотехнологичную, которая позволяет использовать минимальное количество жира, то есть однозначно не жарить. Вы против полуфабрикатов? В целом против, но иногда приходится, что делать. Спасибо. Продолжение следует...